У Гомелли до регулярных занятков физической культуры и спорта плануется притягнуть амаль четверть Жихаров города. Для реализации этих планов будут максимально задействованы все существующие спортивные объекты, а также побудованы новые. С прихильниками здорового ладу жизни встретился Олег Синцеров. Как вид спорта, фигурное катание на коньках, Гомеллия начало развиваться с 2000 года, когда тут был побудованный льдовый палац. Еще раз в два года наученцы детишей юнацкой спортивной школы начали принимать участие в республиканских споборницах. Сегодня гомельчане показывают недорогие вынеки уже и на международных стартах. За уликами на явности достаточно значной, сколько все детей, которые ожидают заниматься фигурным катанием, есть подстава мерковать, что достигнутые успехи – это только початок. Ариана Афонова занимается в секции только другой год, а где уже сейчас смотрит о спортивных вершинах. Мне очень нравится заниматься фигурным катанием, потому что здесь соревнования, можно занять первое место, хороший тренер, у меня есть танец «Розовая пантера». Практично все буйные спортивные объекты гомеля працуются по 15-16 годин за сутки. Такий график дозволяет не только проводить тренировки профессиональных спортсменов, а и притягивать до занятков физической культуры усих ожидающих. Например, бассейн-палаца водных видов спорта. Пеших наведыванников прямая уже у полови 7-й годины ранницы. Многие спортсующих таким членом отрывают зарад бодеростей на весь день. Что-то из сопростоинков больше молодого поколения, то я не даю перевагу заняткам с тренерами. Гонор, отвага и прогожость. Есть еще и у гомеля – соправданные рыцаря. И вот оно подтверждение. Секция по фиктованию, у которой сегодня занимаются около 80 человек. Разум с тем, на заденечении только иснующих спортивных объектов у гомеля вы решили не испыняться. В ближайших планах – будовництво крытого футбольного манежа. Он разместится на территории стадоёна Праймень. Такое суседство дозволит закономить сроки на инженерных сетках и пособных помешканиях. Есть подставы мерковать, что пеших наведыванников манеж примет уже в этом году. Те объекты, которые будут появляться в Гомельской области и в городе Гомеле, в частности, это совсем новые. Для нас необычные где-то объекты, такие как лыжероллерная трасса, воздухоопорный манеж футбольный. Но эти объекты появляются во всех областных центрах республики по поручениям главы государства. Поэтому, конечно, Гомель не стал исключением. И, конечно, спортивная общественность будет воспринимать эти объекты очень положительно. Мы надеемся, что мы сможем найти достойное применение. И это станет хорошим вкладом в развитие спорта в нашем регионе. Олег Синчаров, Евгений Макеенко, телерадиокомпания Гомель.